Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Трейсер, я сейчас нахожусь в Харькове, со мной Виталий Зелёный. Это значит, что мы сегодня будем снимать очень крутое видео. И мы это видео снимаем благодаря одной очень классной конторе, которая занимается прокатом квадроциклов. Я говорил, мы находимся в Харькове, по правую руку от меня вот находится ТРЦ Даффи, это Героев Труда 9. И вот, короче, ребята, вот написано прокат квадроциклов, их контора называется Гараж. Благодаря им сегодня мы снимаем видео, ну и в качестве такой благодарности я сделал им небольшую рекламку. Если хотите покататься, круто провести время, приходите, ребята, вам дадут там квадроциклы, всю защиту на прокат, все, что вам, короче, нужно. И вы круто покатаетесь. А мы с Витахой сегодня, короче, будем катаясь на квадроциклах. Играть в прятки. Да, перебил меня. Будем снимать интересные видео, короче, играть в прятки. Виталик когда-то уже снимал, как они играли в городе в прятки на машинах. Это очень крутая идея, мне она понравилась. Виталик предложил снять на квадроциклах, я такой думаю, а чё бы не снять. И, короче, сейчас нам дают там защиту, насколько я понимаю, какую-то дадут. Дают нам вот эти квадроциклы, мы отправляемся в лес. И, короче, кто-то будет прятаться, кто-то будет искать. В общем, погнали. Как оказалось, у меня у Сереги большая голова, но у меня прошел шлем, а у Сереги так, чуть-чуть затруднением. Но, тем не менее, мы смогли на меня одеть шлем. Нам провели небольшую такую технику безопасности. Выдали шлем, выдали балаклаву такую. Не знаю, узнаете вы меня без кепки или нет. В общем, сейчас заводим квадрики и едем в лес. А там уже, короче, где-то будем прятаться. Мы уже приехали на локацию. В общем, сейчас почувачикаемся или почикчирикаемся, или как это еще называется. Кто будет, в общем, искать. Трое будут прятаться, и кто-то один будет искать. И, кстати, ребята, сегодня мы играем не просто так. Мы играем на небольшую такую сумму денег, 300 долларов. Они достанутся тому, кого мы дольше всего, короче, будем искать. А, в общем, искать как мы будем? Тот, кто проиграет, находит первого. И потом они уже вдвоем едут искать, там, третьего. И тот, кто четвертый будет, ну, кого последним найдут, тот получит 300 долларов. Чин, гань, хук. О, чин, гань, хук. Чин, гань, хук. Все, ты ищешь. Мы поиграли камень, ножницы, бумага, и получилось так, что прятаться будут как раз три блогера. Виталик, Сера и я. А инструктор и еще один наш друг Максим будут нас искать. Максим будет вместе с инструктором, и он будет нас искать. Он будет с инструктором на одном квадроцикле ездить. Инструктор, наверное, знает здесь местность, так что нам будет спрятаться, короче, не просто от инструктора. Мы завели квадроциклы, сейчас у нас будет пару минут для того, чтобы запрятаться. И потом Максим, короче, отправится, чтобы нас искать. А тут, короче, нас ждет бездорожье, такие какие-то тропы, вот этих посадках. В общем, сейчас куда-то каждый заедет, спрячется. И самое интересное, что по правилам, если ты уже спрятался, переезжать куда-то нельзя. То есть нужно очень тщательно, так сказать, выбрать какую-то нычку. Ну что, погнали. Сергей меня догоняет уже. Не посмотрите, где я буду спрятаться. С Виталиком сперва уехали вместе, но потом разошлись в разные стороны, потому что нам, наверное, нужно прятаться все-таки в разных местах. Нам с вами повезло больше всего. Мы сейчас будем вас искать. Ну, в чем плюс, потому что мы потом будем прятаться, и с инструктором, наверное, вы нас точно не найдете. Я не знаю, куда я просто ехал. Я петляю, петляю здесь, петляю, петляю. Ого, горка. Так, надо уже где-то прятаться, потому что время идет. Ну, на самом деле, это был розыграждование. Все, пацаны уехали, больше в этой школе подоциклов не найдете. Да, да, да. Они уехали, больше их не будет. Один остался. Один остался. Так, ребята, нашел я себе такое место, чтобы спрятаться. Понятия не имею, как далеко я уехал, потому что здесь куча каких-то тропинок. Они все вот так, вот так, вот так, как-то закручено ходят. И я понятия не имею, куда я приехал. Я бы, честно, наверное, сейчас бы даже не смог вернуться в точку старта. Кстати, едет какой-то квадрик. Я думаю, что Максим с инструктором найдут нас без проблем, потому что инструктор знает очень хорошо здесь местность. Кто-то едет, интересно. Блин, это они. Они, походу, меня первым найдут. Я признусь сейчас. Нашел я вот такое место. Приглушил квадроцикл. Вот, смотрите. Там идет дорога, где все ездят. А я так съехал на аллейку какую-то, где не ездит никто. И там уже идут гаражи какие-то. Тут какая-то свалка. Я фиг его знает. И смотрите, так припрятал квадроцикл. Ну, будем надеяться, что они, знаете, как розявый будет так лететь, и не увидят меня. Квадроциклы слышно. И слышно, куда они поехали. Так, пять минут прошло. Все, пацаны, готовьтесь. Мы ищем двух Сергеев и Виталика. На кону 300 баксов. Я еще не глушу мотор. Я пробую прятаться где-то на полигоне. Тут реально есть где разгуляться. Короче, там огромный холм, дорога туда. Сами видите, тут очень много разных тропинок и дорог. Кто-то едет там? Меня никто не нашел. Меня никто не нашел, так ты должен был прятаться. Так я прячусь, блядь. Я убегаю, наверное. Так убегать нельзя, нужно встать и запрятаться. Давай я, короче, проеду тогда ближе к этим городам. Ты меня не нашел пока. Так я тебя не искал. Так получилось, что приехал в то же место, где я. Прячься вот там-то, за бугром. Только не знавай меня, если тебя найдут. Кого-то увидели. Едем. Вы кого-то нашли уже? Вы нашли тебя. Я первый, кого вы нашли? Блин. Я реально думал, что я очень круто запрятался, но, к сожалению, это не так. Ну что ж, я, блин, не выиграю деньги, короче. И теперь мы вдвоем, в общем, будем ездить искать. Здесь, кстати, куча всяких дорог. Я как-то ездил, ездил. Я подумал, что я даже не смогу вернуться до точку старта. Я думал, что я круто спрятался. Но, к сожалению, это не так. Ну что, теперь мы, короче, вдвоем будем ездить и искать ребят. А вы, кстати, пишите в комментариях, как вы думаете, кто выиграет? Серега за или Виталий зеленый? Вот Серега дает. Запрятался примерно в том же месте, где и я. Вон он там стоит. Если нас найдут, то нас найдут сразу двои. Он нечестно играет, он переезжает уже два раза. Нечестный парень. Если его спалят, блин. А, то не... Тут еще на мопедах кто-то катается. Вон. Искать меня будут долго. Тут, короче, такой отшиб и, не знаю, просто жопа на этом полигоне. Если я не ошибаюсь, мы с Виталиком Зеленым в первый раз разъехались именно на вот этом перехрестке. И вроде бы как он туда где-то поехал, но мы только что там были, его не нашли. Короче, инструктор поехал туда. Мне, в принципе, немало смысла за ним ехать, потому что я хотел бы сам кого-то найти. Но, блин, это сложно, потому что здесь вообще я просто потерялся. Я даже не выйду на старт, куда мы изначально приезжали. Если я залезу сюда, в кусты, из кустов, сверху гляну, где вы прячетесь. Читеры, читеры. Так. Здесь не вижу. Серега там ездит. Вот там он. Серега, которого вы нашли? Да, которого вы нашли. Я на самом деле думал, что все будет намного проще, потому что Виталий говорил, что ну тут такая посадочка небольшая, там пару троп есть. Ну где-то да будем прятаться. Тут, на самом деле, лично для меня страшные-страшные лабиринты. Если бы я вот так бросил бы квадроцикл, я бы, конечно, смог бы выйти, потому что я вижу в городе такие определенные ориентиры. Знаю, в какую сторону идти. Но как внутри тут передвигаться? Где, мать его, карта какая-то? Я не знаю, кстати, кого-то вижу. Здесь сижу, наверное, минут 25. И меня еще никто не нашел. Я вот Сереге, смотрю, он там в онлайне написал, Серега, тебя нашли или нет. Вот пока молчит. Может, его уже нашли и их уже больше. Уже не один человек ищет, а уже, может, двое. Короче, мы опять встретились с ребятами. Они говорят, еще никого не нашли. Мы уже ездим минут 20. Честно, это намного сложнее, потому что ребята где-то спрятались в кустах, заглушили моторы. А ты едешь, квадрик тарахтит, и ты нифига не слышишь. И тебе нужно все во все, так сказать, смотреть. И, блин, думать, где же эти парни спрятались. Меня вообще очень быстро нашли. Виталик минуту назад выпускал сториз. Сейчас мы покажем этот сториз нашему инструктору. Может, он узнает где это. Вот сзади дом какой-то, видишь? Да, видишь. Что, поехали туда искать Виталика? Я надеюсь, что он заранее не записал этот сториз, чтобы повезти нас по ложному пути. В общем, инструктор знает, куда ехать. Погнали. Короче, подсказка Виталика не сработала. Мы проехались там с инструктором. Никого не нашли. Я потом еще раз сам проехался. Попытался именно тот же дом найти, что на фотографии. Ну, точнее, в сторизе его инстаграма я видел. У него за спиной там домик был. Я, короче, тоже не нашел тот дом. Я, честно, не знаю, что делать. Я уже полчаса катаюсь. Здесь такая огромная территория. Я не знаю, может, я даже наполовину этой территории не был. А Виталик может быть где угодно. У инструктора хотя бы есть преимущество. Он знает территорию, но тоже никого не может найти. Я уже близок к тому, чтобы позвонить Виталику и сказать. Виталик, я сдаюсь. Блин, нашли. А что, я первый, да? Мы тебя по Эстонии нашли. Блин, Серёга, по истории. Блин, я выложил историю, пропиарил Ваню. Ну, возле дороги, думаю, далеко не буду. И так чуть-чуть отъехал. Серёга Зава вообще вот там сначала прятался, а вот там за бугром. Я еду прямо сюда. Епта, я залез в какое-то болото. Серёга Зава видно по квадрокоптеру. Он взял, запустил квадрокоптер, он где-то там. А вот он. Мы нашли его. По истории спалился дуб-дуб. Серёга спалился по квадрокоптеру. Ховальщики, прятальщики. Это на самом деле кажется, что так легко найти. Даже инструктору было сложно найти. Так и что, меня дольше всех искали или что? Серьёзно? Блин, я почти даже не перемещался. Ты просто с трассы выехал. Как выехал? Всё, спасибо вам, что я ехал. Виталик, дай подсказку. Дай подсказку. Да вот только вы меня нашли минут пять назад. Я понял, остался Серёга, значит, да? Серьёзно, для меня вот только. Пускай распалили. Вот я сейчас заглушил квадрик. Я слышу, как там ребята уже шумят, едут ко мне сюда. Короче, всех понаходили. Виталика всё-таки инструктор нашёл по сторису. Я тут два раза вот эту местность... Там, короче, дом сзади у него на сторисе был. Я, если не забуду, скрин приложу. Я, короче, два раза тут проехался, не нашёл ничего. Но инструктор всё-таки как-то нашёл. Ну, а Серёгу заспалили немного попроще. Он просто взлетел в небо квадрокоптером. Но, если бы мы всё-таки решились на второй раунд, я бы запрятался уже намного лучше. Потому что я, на самом деле, думал, тут такая маленькая территория. И как бы там отъехал всего лишь пару метров. И поэтому меня быстро нашли. А ты где был? Запрятался там. Там, за дорогой запрятался. Серьёзно, вообще в камыши. А я вообще не думал, что территория такая большая. Я отъехал совсем недалеко и спрятался. Поэтому меня очень быстро первым нашли. А мы, кстати, вот я сюда ещё раз возвращался, чтобы тебя найти, но, к сожалению, не нашёл. Таллика, конечно, было преимущество. Он уже здесь зимой катался. Он территорию немножко знает. Он мог круто спрятаться. Ну, Серёга просто реально круто спрятался. Что, парни, выигрыш мой? 300 баксов, да? 300 баксов получаешь. Уху! Ну, это, конечно, мелочь, как бы, у меня аж YouTube-канал. Пфу! Игра есть игра, короче. Гоните бабло. Решили мы сделать, ребята, второй раунд, но он будет намного покороче, потому что у нас уже нету времени. Мы договорились, что вот буквально тут там 100 на 100 метров на таком участке мы запрячемся. Короче, сейчас я и Виталик прячемся, а Максим с Серёгой уже будут нас искать. В принципе, второй раунд должен закончиться быстро. Ну, и мы его не на деньги играем уже. Вот они на всех курах уезжают от нас. Так, мы считаем до 15 и отправляемся на поиски. Прятался, на всякий случай, даже слезу с квадрика, потому что мы договорились прятаться будем на таком небольшом участке территории, всего лишь 100 на 100 метров. То есть, ну, не дальше, чем на 100 метров от точки старта можно разъехаться. Присяду на картыны, походу за нами уже кто-то едет. Слушаю мотор. Так, всё, пацаны уехали, они поехали прятаться с инструктором. Ну, я думаю, скорее всего, мы быстро не получим своих ноги, потому что инструктор знает, ну, где места, где лучше спрятаться. А мы с Серёгой ЗА будем сейчас их искать. Серый, готов? Готов, поехали. Вот они, вот они. А у меня есть. Максим увидел, блин. Нашёл. Серёга подъехал очень близко ко мне, я слышу его голос буквально за вот этими кустами, но тарахтит квадрик, и он меня точно не слышит. Так, ребята, мне кажется, они по этой дороге точно не ехали. Я свернул сюда напрасно, по той причине, что я даже банально не вижу следов от квадрика. Короче, надо возвращаться. Я услышал, как Серёга ЗА сказал, что в эту сторону точно никто не ехал, потому что здесь нету следов. А в эту сторону именно нахожусь я. И, походу, он, короче, едет куда-то в другую совсем сторону. Кстати, сейчас им намного-намного проще искать нас, чем перед этим. Короче, мы искали, можно сказать, Виталика. Потому что их изначально двое. Ищут меня и Виталика. И территория намного-намного меньше. Короче, я вон вижу, там они катаются. Вон их шлемы. Но они совсем чуть-чуть не доехали. Ездим, ищем трейсера. Трейсер заныкался так хорошенько. Не можем его найти. Серёга, где ты есть? Трейсер! Трейсер! Они совсем рядом со мной. Я слышу голос Виталика. Мы ищем трейсера. Походу, Виталика уже нашли. И они троём ищут меня. Короче, остаётся серого трейсера найти. Но он ещё прятал ещё какие-то хитрюга знатный. Дело в том, что я удивляюсь, как его первого таскали в первом раунде. Он уже эту площадку хорошо изучил. Всё, я погнал. Всё, меня нашли, походу. Вот иди! Нашли! Нас Макс вообще быстро нашёл. А нам пришлось тебя так поискать. Мне казалось, я вообще далеко не прятался. Да ну, слушай, поискали, так пришлось. А ну всё равно едешь так, знаешь, в кусты, надо повыглядывать. А он ещё хитрый шлем снял. Нас Макс по шлемам вытеслил. Шлемы делай. А я ещё присел сюда, чтобы меня вообще не видно было. Я оставлю ссылки на каналы ребят в описании. Если вы хотите, можете перейти на их канал и посмотреть их версии этого видео. И подписаться на их канал, если они вам, конечно же, понравятся. Ну и также оставлю на ребят, как контора, гараж вроде называется. Гараж, да. Оставлю на их контакты, короче, сайт, номер телефона, ещё что-то в описании. Так что берите на прокат квадрики, катайтесь. Территория здесь реально большая, крутая. Ну и что, с вами был Сергей Трейсер. Всем до новых встреч. Всем пока. Продолжение следует.